Какого черта на армяно-азербайджанской границе в азербайджанцев стреляет снайпер? Какого черта? Они что, там на прогулку вышли? Они что, там на охоту вышли? Они что, в кроликов стреляют? Я не понимаю, это что за рудимент старого порядка, старого миропонимания старых? Или это диверсия против мирной повестки Николы Пашиняна, когда премьер-министр страны, руководитель страны идет к миру, а в вооруженных силах творится такой бардак? Понимаете, на этот раз говорить о каких-то обоюдных вещах невозможно. На этот раз мы имеем очень четкую, однозначную картину. Сейчас уже увиливать невозможно. Даже Армения сама признала, что снайпер был воспроизведен незаконно снайпером армянским. И армянская сторона сказала, что будет расследовать это все. Но я не знаю, как они собирались расследовать или не собирались. Но я так понимаю, что сейчас тот, кто стрелял, мертв, потому что их убили. Их бы не убили, если бы они не стреляли этой ночью. Это говорит о бардаке, который происходит в армянской армии. Это означает, что армянская армия на сегодняшний день укомплектована в том числе и убийцами. Которые только потому, что они хотят убить турка, просто достают свое оружие и стреляют в турка. Знаете, этот инцидент произошел тут же даже не срочный военнослужащий. Это какое-то бандформирование, которое у нас называется Елькропад. Которое как-то еще со времен всех старых бандитов осталось. И его управление принял лучший друг Никола Пашняна. И сейчас эти бандиты заполняют собой, своими тушами боевые позиции Армении. А когда приходит в настоящий момент штурм, вот, знаете, стрелять в азербайджанцев, в невинных людей, просто людей, которые не ожидают, вот в них стрелять легко, вот они герои, да? А когда вот пришли азербайджанцы по их душе, знаете, они там весь пост легли, понимаете? Вот все эти герои, да? Трое просто троих убили, один от инфаркта убил. Защитники. Вот теперь я задаю вопрос, какого черта, что делают эти люди, эти, которые даже в кадрах не состоят, в военной службе даже не состоят, что они делают на боевых постах, чтобы еще и стреляли? Людей стреляли. Мешали в мирную повестку. Короче, я не знаю, Михаил, знаете, на этот раз уже отвердиться не получится. Был совершенно конкретный факт, и этот факт был конкретно признан армянской стороной. Но армянская сторона ведет себя непоследовательно. Армянская сторона вместо того, чтобы наказать и разобраться, что произошло, армянская сторона ведет на политическое обострение. И этот инцидент, она объясняет тем, что у Азербайджана агрессивные намерения. Между тем мы видим, что вина лежит целиком и полностью на Армении. Если даже на Армении нет, у Армении нет агрессивных намерений, то вот эти ситуации на границе происходят из-за того, что в армии Армении царит бардак. А если в армии царит бардак, и люди из этого бардака смотрят на сторону Азербайджана с винтовками наперевес, и не ясно, какой и какая из этих винтовок выстрелит, сколько азербайджанцев они убьют ни за что, тогда очевидный закономерный парень вполне ответ Азербайджана по ликвидации таких бандитских гнадиков, которые сегодня просочились в армянскую армию.